В час. Минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. Еще две темы нас ждут впереди. Но первая, она вообще стала весьма актуальной в Европейском Союзе. Поэтому резолюция Европарламента была в какой-то степени ожидаема. Хотя в Польше приняли противоположное решение. И как сейчас это объясняется, это и привело к реакции Европейского Парламента. Но обо всем по порядку. Польша заявила, что как раз они не поддерживают никакой свободной зоны ЛГБТ-сообщества. То есть сексуальных меньшинств. В принципе, юридически не признают однополые отношения. В Польше запрещены усыновления детей или адаптацию детей, как хотите называйте, однополыми парами. Но вообще Польша в этом смысле действительно такой консервативный обращик страны Европейского Союза. В Венгрии примерно такой же позиции придерживается. Но Польша все-таки как страна такая весьма католическая, очень верующая. Естественно, выступила вполне тоже объяснимыми действиями. В ответ на это Европейский Парламент принял резолюцию. Ну, она, мне кажется, все-таки больше такая декларативная, это незаконная такая вот. Европарламент большинством, подавляющим большинством голосов поддержал такое вот создание вот этой свободной зоны. Саша, может быть, несколько слов вот об этой резолюции Европарламента. И у нас скоро будет на связи эксперт как раз по этому вопросу. Через минуту мы должны с ним по времени соединиться по Зуму. Я так понимаю, что вот эта резолюция вызвала большой резонанс. Да, резолюция была, конечно же, принята в пандан тому, что происходит в Польше. Даже названа, обыгрывая то, как власти нескольких регионов Польши назвали себя зонами свободными от идеологии ЛГБТ. Поэтому Евросоюз объявлен зоной как раз-таки свободы тех самых ЛГБТ. Да, действительно, эта резолюция носит исключительно декларативный характер. Речь идет о том, что на всех уровнях управления страны, члены Европейского Союза должны защищать и поощрять, как это указано в резолюции, равенство и основные права граждан, включая представителей ЛГБТ. И, согласно резолюции, представители гей-сообщества на территории Евросоюза могут жить свободно и, опять же, позволю себе цитату, публично демонстрировать свою ориентацию и гендерную идентичность, не опасаясь нетерпимости, дискриминации или преследования. Я большой любитель общих слов. Вот, честно говоря, вот мы за все хорошее против всего плохого, написано в этой резолюции. С другой стороны, это ясный сигнал, ну, я уверен, что в здании на улице Якобы это поймут как ясный сигнал, и те самые зависшие до сих пор вопросы, ну, например, брачные отношения однополых пар, то же самое усыновление, они получат развитие и скорейшее решение. И как у нас со связью? Вот, по крайней мере, мы сейчас уже подключились к системе ЗУМа, пока не видно нашего собеседника, эксперта, хотелось бы. Да, потому что собеседник у нас сегодня будет, надеемся, что свяжемся. Это член правления ЛГБТ-организации «Мозаика» и глава движения «Сожители Каспар Залитес». Да. Вот пока мы ждем подсоединения Каспар Залитеса, я хочу сказать, что в Латвии еще до всяких резолюций несколько политических сил, прежде всего, это вот политическая сила, которая считает себя либеральной для развития ЗА или АТС, если бы пар неоднократно выходила с той или иной инициативой, которая именно связана с защитой или регистрацией однополых пар. Пока без особого успеха, несмотря на то, что на этой платформе «Манабал СЛВ» даже было собрано необходимое количество подписей из-за принятия закона о сожительстве или о гражданских браках, называйте, как хотите. Но, тем не менее, такого рода активности в Латвии имеют место, и вообще последние пару лет это все усиливается. Я уже вижу, что эксперт уже вышел на прямую связь с нами, сейчас на звукоежиссер, наверное, скажет, есть ли у нас и звук, слышит ли у нас собеседник. Да, давайте проверим. Каспар, вы с нами? Доброе утро. Да, прекрасно, и видно, и слышно. Итак, член правления организации «Мозаика», глава движения «Сожители» Каспар Задли, ты с нами? Доброе утро, Каспар. Резолюция, которую принял Евросоюз по поводу Европарламента. Что она меняет вообще? Резолюция, как такова, она ничего не меняет, это только показывает позицию Европейского парламента насчет прав ЛГБТ в Европейском Союзе. И если мы смотрим очень точно, тогда это по ситуации прав ЛГБТ в Венгрии, в Польше и в Латвии. Вы поставили в один ряд эти три страны, но ведь ситуация в Латвии, на мой обывательский взгляд, гораздо проще и легче относительно представителей ЛГБТ-сообщества, чем в той же самой Польше, в той же самой Венгрии. У нас не принимаются никаких законов, у нас нет никакого такого политического движения на ограничение тех самых прав. Тогда почему вы равняете? К сожалению, у нас есть такие инициативы, политические инициативы, чтобы ограничить прав ЛГБТ. И я хочу уточнить, это инициатива национального общества в начале этого года, чтобы изменить конституцию, насчет, что семья только объединение между мужчиной и женщиной. Так что у нас есть инициативы, это одна из инициатив, которая очень волнует Европейскую комиссию, Европейского парламента. Так что, к сожалению, у нас есть политические инициативы, которые у нас как-то делают дорогу насчет ситуации, чтобы у нас была такая же ситуация, как Венгрия и Польша. А вот что касается все-таки Польши и Венгрии, что там произошло? Там же, насколько я понимаю, тоже есть, не знаю, представители сексуальных меньшинств, наверное, кто-то из них живет вместе друг с другом, да? Там что за это наказывают? Что там произошло, чтобы наши радиослушатели понимали? То, что мы видим, это сперва ситуация в Польше и в Венгрии, то, что в большинстве парламента партии, которые против концепта вообще как такового прав человека. Это не только об людей ЛГБТ, это тоже о правах женщин. Эти партии хотят, например, в Венгрии, они хотят принимать такой, они уже приняли закон, который остановляет вообще какую-то возможность людьми изменить пол. Права, которые в Латвии были уже с 1970 года. То, что происходит в Польше, они полностью хотят принимать ограничения, то, что у ЛГБТ людей не могут быть, например, они не могут ни в коем случае адаптировать детей. В Латвии один человек может адаптировать ребенка. В Польше они хотят просто запретить ЛГБТ людьми усыновлять. И то же самое мы видим, чтобы... И в Польше самая худшая ситуация в том, что есть муниципалитеты, которые просто ставят, что они зоны без ЛГБТ. И они говорят, если у нас есть в нашем муниципалитете кто-нибудь из ЛГБТ людей, уезжайте, нам вы не нужны. И это такая первая ситуация после Второго мировой войны, когда какая-то группа, просто государство говорит, какая-то группа, просто уезжайте, если вы часть какого-то в Минчинске. Да, интересный такой поворот. Что касается Латвии, но все-таки, да, есть эта инициатива, известная, это в ВС Латвии по поводу изменений в Конституции. Ну, во-первых, пока ей не дали хода. Во-вторых, мы понимаем, что 67 голосов для изменения в Конституцию у националов не наберется. И, может быть, тогда это, скажем так, ложная тревога? Ну, знаете, то же самое и в Польше, и в Венгрии. Никто не подумал, что такая ситуация может сложиться. Так что каждая инициатива нам надо, конечно, смотреть и я думаю, что нам не надо закрыть глаза таких инициативок, которые могли бы не произойти. И одна вещь, которую, конечно, национальное объединение делает, это поляризировать наше общество. Они просто, как сказать, никому они на данный момент не нужны в этой ситуации пандемии. И они хотят найти кого-то, на кого напасть, чтобы принять, чтобы сказать, посмотрите на нас. Ну, сперва у них были какое-то время назад у них были русские, и сейчас они, русские, больше им не нужны. Сейчас они нашли новую группу, это люди ЛГБТ. Но это только, чтобы принять им, чтобы люди на них посмотрели. И, конечно, все, конечно, знают, но это будет, это уже мы видим, что это поляризирует наше общество. — Напомню, с нами на связи членом правления ЛГБТ-организации «Мозаика», глава движения «Сожители» Каспар Залитес. Мы обсуждаем принятие Европарламентом резолюции о том, что ЕС объявлен зоной свободы для ЛГБТ. И Каспар, там цитата в этой резолюции, я ее уже зачитывал, повторюсь. Значит, 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 представители ЛГБТ на территории ЕС могут жить свободно и публично демонстрировать свою ориентацию, гендерную идентичность, не опасаясь нетерпимости, дискриминации или преследования. Касаемо этой части, что, возможно, уже планируется в «Мозаике» на ближайшее время? Ну, конечно же, когда закончится пандемия и связанные с ней ограничения, вот те самые публичные демонстрации, я не знаю, станет ли больше прайдов, станет ли больше каких-то конференций, станет ли больше какой-то объясняющей работы с общественностью? Ну, после пандемии, понятное дело, да. Это часть в этой резолюции не только о том, что могут быть какие-то мероприятия, это то, что люди могут быть видимы, они могут быть тем, которые они есть в обществе, им не надо скрывать свою сексуальную ориентацию, они просто могут жить и быть, кто они есть. И, конечно, если мы смотрим, у нас в августе будет опять Балтийский прайд, который произойдет в Риге. Прайд будет, но мы увидим, как он пройдет. Потому что, конечно, прайд — это не только шествие, которое мы уже знаем, но это очень много мероприятий, и, как мы видим практику всего мира, мы можем найти какие-то способы, чтобы в ограничениях мы могли делать какие-то мероприятия. Это будет, как мы сейчас в Зуме или в какой-то другой концепции, но это произойдет. И, конечно, если мы видим, это мы будем бороться за прав всех семей, в том числе и однополых семей, чтобы парламент принял какое-то решение насчет, чтобы защищать всех семей. — Да, вот об этом, может быть, мы еще поговорим, об этом инициативе в парламенте. Что касается вот этой публичной демонстрации сексуальности, о которой в резолюции парламента сказано, может быть, там не совсем точный перевод. Вот такой вопрос, который, я думаю, вам часто задают не только журналисты, но вот есть там житель Латвии, который не относится к преследованию сексуальных пишетов, но в принципе он толерантен. Ему не приходит в голову там, не знаю, так сказать, преследовать представителей вот однополых браков и так далее. Но вот когда ему говорят, вот там, не знаю, публичная демонстрация, ну люди не понимают и говорят, ну слушайте, я сам не демонстрирую, что я там, не знаю, люблю женщин, особенно на улице, мы северный народ достаточно сдержанный. А почему вот представители другой ориентации должны это как бы там демонстрировать, публично показывать? Зачем? Ну идут по улице люди, ну какая у меня разница, я извиняюсь, кого они любят и с кем они находятся в интимных отношениях. Кстати, простите, Каспар, я должен продолжить, потому что это примерно тот вопрос, который я хотел задать. Но немножко иначе, вы упомянули прайд, который запланировали на август. И смотрите, какая ситуация, вы точно знаете, что в августе этого года удаленно или неудаленно прайд состоится. Я помню первый прайд, сколько лет прошло, 17-18, я присутствовал со съемочной группой, мы снимали и шествия, и потом мероприятия в зале в гостинице «Латвия» в Рэдисоне. И я четко помню ту ненависть, с которой прохожие или даже специально организованные группы выходили, плевались и с иконами против участников прайда. Это все было, это выглядело ужасно. Прошли годы, но неужели ситуация настолько тяжелая и настолько агрессивная по отношению к вам, как и в те годы, потому что, как мне со стороны кажется, ну какая такая, ну не знаю, ирония что ли, и больше в сторону, господи, опять этот проект, ну достали, ну честное слово, ну сколько можно уже? Да, сперва, если мы смотрим про демонстрации, никто публично не показывает свои спальни и так далее, никто не показывает свои отношения. То, что мы говорим, это то, что у нас надо быть тем же правом любить, кого мы любим, и в то же самое нам не надо видеть дискриминацию или ненависть в этой ситуации. Если мы видим пока, почему прайд нужен как таков, в Латвии почти в последнем месте в Евросоюзе, если мы смотрим по вопросам ЛГБТ, по прав ЛГБТ. Мы из 49 стран вообще в Европе в 41-м месте, если мы видим насчет прав человек, мы даже ниже, чем Украина, чем Сербия, и мы ближе России и Азербайджана. Так что это есть, почему нам нужно... Давайте сразу уточним, о каких правах идет речь. Это демонстрация про то, что нам надо такие же права человека, как у других людей, потому что это ЛГБТ-право, это те же самые права человека. Если мы смотрим насчет прайда, когда люди говорят, почему людьми надо себя показывать, я могу точно сказать, что 70% людей, которые идут в прайдах в Латвии, это гетеросексуальные люди, которые идут за своих друзей, за своих родителей, за своих сёстр и братьев, чтобы были такие же права. И мы в прайдах идем тоже для других групп, тоже для женщин, для всех прав человека, потому что ситуация в Латвии выглядит насчет прав, что у нас есть очень хорошая ситуация. Ну, если мы смотрим полностью, тогда у нас ситуация намного хуже, чем в других странах Евросоюза, и потому и прайд нужен. Но то, что я хочу сказать, после шестого года, который был самый худший прайд, который Латвия видела, у нас есть большие изменения, потому что в пятницу мы получили новые даты от СКДС, про то, какие общественные мнения насчет ЛГБТ людей, тогда 55% в Латвии, они очень нейтральны. Это как типические латвийские жители. Им всё равно. Жить как вы хотите. Мне кажется, это же главное достижение. Это главное. И 20% очень позитивные. Так что это есть большое достижение, и это достижение, часть их тоже прайды, потому что люди видят, что эти люди такие же, такие как мы. И в прайдах очень больше людей, они выходят из тени, потому что они понимают, что они не одни. Так что есть достижение, достижение всей нашей работы. Эти результаты, как нельзя, кстати, сейчас прозвучали, потому что я хотел спросить следующее, что меня интересует, говоря об этих прайдах, которые, да, сейчас имеют определенную идеологическую нагрузку. Как вы считаете, в ближайшие, я не знаю, десятилетия, например, рижский прайд может стать чем-то вроде берлинского? Как бы это просто праздник жизни? Карнавал, по большому счёту. Я думаю, что да, но не такой же, как Берлин. Потому что каждый прайд в каждой стране выглядит по-другому. И то, какой он произойдёт в Риге, это полностью другой концепт, как он будет в других странах. Мы об этом думаем, чтобы он был намного севернее, чем в других странах. Так что концепт будет полностью другой, но я думаю, что это будет с шествием. И если мы не будем говорить про права ЛГБТ, тогда мы будем говорить о других прав человека. Это и есть прайде. Мы говорим про всех прав человека. – Хорошо. Большое спасибо, Каспар, что были с нами. Мы беседовали с членом правления организации «Мозаика», главой движения «Сожители» Каспаром Зальтесом, о резолюции, которую приняли депутаты Европарламента, объявив ЕС зоной свободы для ЛГБТ. Каспар, ещё раз огромное спасибо. Хорошего дня. Всем любви, всем сдержанности, на самом деле, и взаимопонимания. Нет, что касается законопроекта, два, как мы сейчас констатировали. Это законопроект изменения в Конституцию, который, наоборот, закрепляет именно брак, как отношения мужчины и женщины. И, ну, фактически, это запрет на установление детей однополными браками. Там такое довольно расширенное определение этой поправки ТБ ВИС Латвии. И есть встречный законопроект о фактической легализации однополых отношений. Там сказано, что вообще все гражданские браки. Но мы понимаем, что у вас, для чего это всё делается. Этот законопроект ещё будет рассматриваться. У меня создаётся ощущение, что и для него пока нет большинства голосов. В парламенте в прошлом тоже были такие отчаянные попытки. И там больше 40 голосов, 40 с чем-то больше не набиралось. Посмотрим, как-то дальше всё будет происходить. Здесь тоже такой очень интересный нюанс. Если разделить эти две вещи, развести политику и реальную жизнь, то, в общем-то, наш разговор с Каспаром и показал, что как таковой градус ненависти и неприятия в обществе очень здорово снизился за последние полтора десятка лет. И, честно говоря, чисто по-человечески. Это можно только приветствовать. Остальное, все эти законодательные инициативы, особенно не запрещающие, а скорее разрешающие, и регулирование брачных отношений, которые, кстати, нужно отметить, выходят вне рамок сексуальных отношений. Речь идёт о партнёрстве и разнополых граждан-сожителей, скажем так. Это всё ждёт своего часа. Эти все вопросы, конечно, будут ещё обсуждаться. Но нам сейчас главное разобраться с вакцинацией и с пандемией. И вообще с тем, как люди себя чувствуют в это тяжёлое время, особенно на домашнем карантине, я, это так, предваряя беседу, следующую тему. Да-да-да, я понимаю, намёк ловлю на литу. Да, сразу после новостей и рекламы, я так понимаю, психолог у нас будет. Психологическая помощь онлайн на радио Болтком. Ну вот, замечательно. Тогда, тем более, не переключайтесь. Скоро вернёмся в студию.